В уютном кабинете областной администрации отчитались в целом о готовности дорог к зиме. Спецдорсервис, который обслуживает тамбов, противогололедных средств, заготовил даже больше, чем нужно за счет прошлогодних остатков. Почти все в порядке и с техникой. До конца года ждут поступления еще семи машин. На балансе МБУ находится порядка 105 техники, 105 единиц техники, которые используются в зимний период. 82 единицы на сегодняшний день готовы на 100%, остальное в течение недели-двух будет выпущено на линию. Там небольшие поломки, но это все устранимо. На трассе Москва-Волгоград, готовясь к зиме, заделали швы и трещины. На случай чрезвычайных ситуаций подрядные организации подстраховались, заключив договоры о привлечении дополнительной техники. Техника готова 100%, песко-соляная смесь готова 100%, ну и, естественно, подготовлены как стоянки для автомашин в случае каких-то ситуаций непредвиденных. Общую картину портят объекты придорожного сервиса. Многие заправки, кафе и отели свои площадки не расчищают от снега и наледи. Не все ровно и на региональных трассах. Участки дорог Тамбов-Пенза, Тамбов-Шацк, проходящие через села, не освещаются. Знаменские дорожники слишком далеко базируются от своих участков, чтобы вовремя их обслуживать. Такого не должно быть, предупредил первый вице-губернатор Сазонов. С тем, чтобы в период выпадения осадков, ну, я имею в виду снега, вот, ледяного дождя, в итоге который обеспечивает гололедец на дорогах, который опасен для жизни и здоровья движущегося, ну, поток транспорта людей, которые в них переводятся, они должны буквально в течение короткого времени выйти на трассу обеспечить ее обслуживание. Представители Тамбов-Автодора рассказали межведомственной комиссии, что имеют необходимую технику, чтобы содержать дороги. Вместе с тем, автоинспекторы утверждают, что в октябре участок дороги Тамбов-Орел не очищали от снега, так как машины неисправны. Возникли вопросы и к другим подрядчикам. Есть подрядная организация, которая обслуживает Липецкую трассу. Вот у них на момент проверки, а это был октябрь, 21-23 октября проводилась проверка, из 9 транспортных средств 6 были неисправны. Но это только по одной подрядной организации. По чистому и ровному асфальту не только комфортно, но и безопасно ездить. Из-за погоды разбитых и неосвещенных дорог зимой случается около 30% аварий. Валентина Слукиналев, Сухоруков, Инга Андреева. Область новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok